МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перейдем к нашей теме. В Севастополе финишировала 9-я традиционная международная шоссейная велогонка «Крымская осень-2015». В течение нескольких дней спортсмены из России, Украины, Белоруссии и США соревновались в групповых и индивидуальных заездах. Все подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях президент Федерации велосипедного спорта города Севастополя Павел Роганов, а также координатор велопобеды Мария Маркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, в какие дни проходила велогонка в городе, кто организатор и какие по счету эти старты? Мероприятие стартовало 9 сентября и продолжалось до 13 сентября. Оно длилось на протяжении 5 дней. Первым этапом 9 сентября был пролог длиной 1,8 км на улице Генерала Мельники, где спортсмены показали просто колоссальные скоростя и мощь, выносливость спортивную. Следующие этапы у нас были по направлениям Бахчисарайское направление, потом один из этапов был в сторону Орлинова, где мы проехали два круга вокруг Севастопольского водохранилища. Ну, хочется заметить, что в этом году, несмотря на погодные условия, которые были очень жаркие в эти дни и встречный ветер, спортсмены показали просто сумасшедшие скоростя. У нас средняя скорость на этапе 70 км составляла 36 км в час. То есть, хочу заметить, что это спортсмены уже возрастные, то есть не молодежь и профессиональные спортсмены действующие. Это ребята, которым в основном за 40, один из участников был даже 74 года. То есть, все готовились на протяжении года, чтобы показать в районе Севастополя такие хорошие результаты. Какие же по счету эти старты? Эти старты являются уже девятые, и в следующем году ожидается знаменательный, такой десятый год подряд, юбилейный. Организатором выступала Федерация велоспорта Севастополя? Одним из организаторов была, да, наша Федерация, а также она это сделала совместно с Крымской Федерацией велосипедного спорта. И большую поддержку оказал генеральный спонсор Северо-Запад, без которого мы, собственно, не смогли бы провести такое хорошее мероприятие. Какая же главная цель состязаний? Это участие. Для этих людей эта гонка просто является всем, для чего они садятся на велосипед. А какие же возрастные категории были заявлены в этих соревнованиях? Возрастные категории, то есть их было 8, но скажу так, что первая возрастная категория – это с 20 лет, и последняя – это 65 лет и старше. А какая же из гонок была самая трудная? Какой был у нее маршрут? Самое трудное – это, получается, где у нас был самый большой набор высоты, почти по 1000 метров. Стартовали мы на 20-м километре Ялтинского шоссе, проехали через село Гончарное, повернули на Орлиное, с Орлиного выехали в сторону передового, два круга обернули вокруг Севастопольского водохранилища, и финиш был на Байдарских воротах. То есть дистанция была 70 километров. И какое рекордное время было показано на ней? Там что-то час 35 лучший спортсмен показал время. Для сравнения, остальные как справились с этой задачей? Ну, кто-то словил от лидера и полчаса, но, скажем так, что этот результат, он приближенно к профессиональному спорту. Участники категории от 65 лет и старше, возраст не ограничен? Не ограничен. У нас был участник на соревнованиях возрастом 74 года. А сколько человек было заявлено в этой категории? Как они справлялись со своей? В этой категории было заявлено 6 человек, но все справлялись отлично, не выпадали из группы, а даже иногда и задобывали темп. Когда группа останавливалась, чтобы расшевелить молодежь, они выходили вперед и уходили в отрывы. То есть было очень классно наблюдать это все, находясь в группе. Я, собственно, сам участвовал в соревнованиях, чтобы посмотреть на это изнутри. Расскажите подробнее о веломашинах, соревнованиях. Какие требования были к велосипедам? В чем особенность? Что не допускалось? И что приветствовалось? Ну, скажем так, начнем с самого простого, что для того, чтобы принять участие в соревнованиях, нужен исправный велосипед с тормозами и наличием участника, чтобы шлем был и экипировка. Но велосипеды на данном мероприятии различались кардинально. То есть что мы понимаем под велосипедом? Это два колеса, педали и руль. Но на самом деле велоспорт шагнул уже далеко вперед. И были участники, у которых велосипеды стоили ни одну и ни две машины, скажем так. Это в районе 10 тысяч долларов, то есть велосипеды были, чтобы показать большие скоростя. Максимальная скорость за все этапы это была 82 км в час. Но это же помогало в соревнованиях? Конечно. Или все-таки уровень мастерства играл первую роль? Скажем так, что без мастерства, силы и выносливости в этих соревнованиях делать нечего. Даже с таким дорогим велосипедом? Да. Какую же подготовку проходят участники перед соревнованиями такого уровня? Ну, участники готовятся к данному мероприятию целый год. И накатывают до 20 тысяч километров за год. То есть все ребята, которые покинули город Севастополь, приезжают домой после вот этой гонки и начинают в течение года готовиться к ней опять же. Ну, то есть подготовленные. Да, конечно. А насколько травматично устраивать массовые гонки и какие меры были предприняты для обеспечения безопасности мероприятия? Ну, скажу так, что так как возрастная группа это уже люди взрослые и понимают, зачем они приехали на гонку и что они хотят получить. То есть это в основном ребята, которые в молодости занимались велоспортом. И они знают, как себя вести в группе. Что, в принципе, нам как организаторам очень сильно помогает в том, что они не падают. И по поводу безопасности мы задействовали городскую скорую помощь. То есть всегда на дистанции находилась машина скорой помощи. Но, слава богу, у нас в этом году без инцидентов все прошло гладко. А кто же из севастопольцев стал лучшим? И кто показал абсолютный результат? Так, ну, в Севастополе у нас выступало пару ветеранов. Вячеслав Редно, наверное. Да-да-да, Вячеслав Редно, он занял первое место в своей категории. Получил золотую медаль. Да. И причем не одну, потому что спортсмены, лучшие спортсмены награждались, как и на каждом этапе, то есть каждый день и по сумме этапов. Ну, надо заметить, что он как раз-таки выступал в категории от 65 лет и старше. Да. А абсолютным победителем? Абсолютным победителем стал парень из Кривого Рога. Харьковчане? А, нет, из Кривого Рога, да? Да, из Кривого Рога. То есть это была квалификация по сумме всех этапов. Ну, как же вы оцениваете уровень проведенной велогонки? Высший. Высший. 19 сентября в городе стартует Велоночь. Почему ее проводят ночью и чему посвящено это мероприятие? Мероприятие посвящено так же, как и наше предыдущее мероприятие, велопобеда, победе велосипедистов на дорогах. Мы проводим его ночью, потому что для Севастополя это в новинку. Такое мероприятие уже много раз проходило, например, в Москве. И в этом году мы по пятам столичного мероприятия проводим свое собственное и надеемся на то, что оно будет не хуже. Ну, у нас в городе это проводится впервые. Совершенно верно. И когда и как будет проводиться регистрация участников? Регистрация участников будет проходить на площади Нахимова с 20.00. Она будет включать в себя обязательную выдачу номера участника. Первым 300 участникам мы подарим номерки памятной Велоночи со светоотражающим номером. Также все участники подписывают расписку о том, что они ознакомлены с правилами техники безопасности, знают правила дорожного движения и отвечают за свое здоровье, за свой велосипед. Велопробег начинается в 22 часа? Велопробег начинается в 21 час, спустя час после начала регистрации. Он продлится по нашим подсчетам примерно 40 минут, потому что на велопобеде у нас было больше 800 участников, которые, естественно, растянулись и ехали порядка часа. На Велоночь мы ожидаем меньшее количество, все-таки без детей, вряд ли к нам приедут иногородние участники, поэтому мы рассчитываем где-то на 40 минут. По какому маршруту будет проходить велопробег? Велопробег стартует с площади Нахимова по уже привычному нам маршруту через Большую морскую, через улицу Гоголя, через Хрусталево до океана. С одной небольшой разницей мы разворачиваемся на океане и возвращаемся по Остряково и по Гоголя по движению троллейбусов. Такое требование мы получили от городской администрации для того, чтобы обеспечить участникам дополнительную безопасность. Тем не менее, велопробег закончится поздно, около 22-23 часов. Какие меры безопасности должны соблюдать участники? Участники, которые приезжают 22 часа, могут остаться еще на час на развлекательную программу, для которой у нас тоже предусмотрены призы от наших спонсоров, веломагазинов, интернет-провайдера. И примерно в течение этого часа они будут разъезжаться. Мы очень просим участников озаботиться своей безопасностью, потому что мы, естественно, не имеем возможности всех привезти и отвезти. И мы просим, чтобы участники как на пробег, так и после него были одеты в светлую одежду со светоотражающими элементами, по возможности, у кого есть шлемы. Также могу сказать, что мы будем проводить на мероприятии конкурс на самого светящегося велосипедиста, самого яркого. Таким образом, мы немножко перекликаемся с акцией, которую проводит ГИБДД «Стань заметным на дороге», помогаем им в этом. И плюс мы учим велосипедистов быть заметными, потому что безопасность каждого на самом деле в его руках. И если люди не озаботятся о том, как им в целости и сохранности добраться до дома, организаторы, к сожалению, ничего не сделают. А есть ли какие-то возрастные ограничения? Возрастные ограничения по правилам дорожного движения. Участники должны быть старше 14 лет. Время нашей передачи «Истекло», традиции велоспорта в нашем городе-герои продолжаются. Поздравляем победителей и всех участников велогонки «Крымская осень-2015», развития вашей федерации и новых рекордов. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Впереди еще много актуальных тем. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова